День девятнадцатый, Москва, пятница, тринадцатая июля. Переговоры между Потаповым и Осиповым завершились только в третьем часу ночи. Сначала оба гостя нервничали, не скрывали своего раздражения от того, что их вызвали на эту нелепую встречу. И лишь затем, когда Дронго и Машков подробно объяснили всю ситуацию, оба генерала успокоились, настроились на деловой лад и начали излагать собственные версии. Все присутствующие были профессионалами, и все понимали необходимость сотрудничества в этом деле. К двум часам ночи удалось согласовать позиции, разработать совместные действия, и только в половине третьего они завершили свой разговор. Дронго принес бутылку хорошего французского коньяка, и они распили ее на четверых. Даже Дронго, который почти никогда не пил, пригубил рюмку. — Вы думаете, он попытается нанести свой удар завтра? — спросил Потапов. — Уже сегодня, — посмотрел на часы Осипов. — Если он захочет, то попытается сегодня. Или в воскресенье. — Сегодня пятница, тринадцатый июля, — задумчиво произнес Потапов. — Вы верите в приметы? — спросил он у своего коллеги из разведки. — Не знаю. — Если все пройдет благополучно, то я готов поверить во что угодно. Он поднялся из кресла. Следом за ним поднялись сидевшие на диване Машков и Дронго. Последним встал, разминая затекшие ноги, Потапов. — Сколько ваших людей будет в зале? — уточнил Осипов. — Двадцать два человека в зале и еще сорок восемь вокруг здания, — сообщил Потапов. — Кроме этого, там будут задействованы силы милиции, и, надеюсь, что там будут и ваши сотрудники. — Конечно. — Но будет еще лучше, если мы поставим у дверей нашего психолога Льва Григорьевича. Его невозможно обмануть. Он сразу узнает Рашникова. Тот может сколько угодно гримироваться, даже переодеться в женщину, но обмануть нашего психолога, который в свое время его готовил, он не сможет. — А второго входа там не будет. Беда Рашникова в том, что мы заранее знаем, кого ищем. — Именно поэтому я уверен, что он не появится сегодня на презентации, — пояснил Дронго. — Уникальный случай. Такие бывает один на миллион. Когда мы заранее точно знаем, кто будет убийцей, и Рашников это понимает, ему нужна толпа, чтобы скрыться в ней, постараться затеряться среди людей, он не полезет туда, где его наверняка могут узнать. — А если полезет, — спросил Потапов, — где гарантии? — Ваш психолог тоже может не узнать его, поэтому мы будем следить за всеми пожилыми мужчинами. — Он может изменить свою внешность, — возразил Осипов. — Но Лев Григорьевич все равно его обязательно узнает. Они пошли к выходу, Дронго остался стоять у дивана. Уже в дверях все трое гостей обернулись. — Он не полезет на презентацию, — прямо сказал Дронго. — Его место встречи — футбол. Он нанесет свой удар послезавтра. — Может, вы правы, — пробормотал Потапов, выходя из квартиры. В десять часов утра Осипов заехал за Дронго, и они отправились на место будущей встречи. Уже при подъезде к зданию они обратили внимание на большое количество милицейских автомобилей и сотрудников в форме патрулировавших по краям дороги. Все знали, что на сегодняшнюю презентацию соберется все руководство страны, за исключением президента. Страсти подогревались и тем обстоятельством, что в презентации должны были принимать участие не только политики, но и влиятельные бизнесмены, банкиры, журналисты, деятели культуры. Осипов с трудом провел Дронго в здание, где должна была состояться презентация. — Здесь можно поместить стадо слонов, — проворчал Дронго, осматривая помещение. — Зачем вам, Лев Григорьевич? — Если Рашников захочет, он пройдет откуда угодно. Здесь такое множество дверей. — Нет, — возразил Осипов, — я говорил со службой охраны. Все двери будут перекрыты. Даже премьер-министр будет входить вместе со всеми через парадный вход. Всех гостей будут проверять на металлоискателей. В здании останутся только сотрудники ФСБ. — И все-таки футбол, — упрямо произнес Дронго. — Хотя день сегодня действительно неприятный, ужасная влажность. И плюс пятница, тринадцатое число. Такое количество неприятных совпадений. — Посмотрим, — вздохнул Осипов. — На всякий случай на крышах соседних зданий будут дежурить снайперы. — Нужно осмотреть все помещения в здании, — вздохнул Дронго. — И желательно проверить еще раз всех работников, которые сегодня вечером войдут сюда. У него может быть сообщник. — У ликвидаторов не бывает сообщников, — убежден, — ответил Осипов. — Именно поэтому у него должен быть помощник, — возразил Дронго. — Он знает, что мы этого не ждем, — и он в очень непростой ситуации. Мы заранее знаем, кто будет наносить удар. То есть мы точно знаем будущего убийцу. А значит, он должен появиться в последний момент. И без лишней пары глаз он никак не может обойтись. Осипов не ответил. Он раздумывал над словами Дронго, пока не обходились здания, а через несколько минут сказал, — может быть, вы и правы. — Только я никогда в жизни не слышал, чтобы ликвидатора брали на месте преступления. Такого просто не бывает. Иначе этот человек не ликвидатор. Он обязан предусмотреть все мелочи, так чтобы мы, зная, кого конкретно ищем, все равно проиграли. — Значит, будем ломать традицию зло, — ответил Дронго. — Если мы не сумеем его обнаружить, значит, нам всем пора на пенсию. В принципе, насчет ликвидаторов вы правы, но все это верно только в том случае, когда неизвестно, кто выступит в роли ликвидатора. Нам это известно. Я убежден, что у него есть помощник. В его ситуации это просто необходимо. — Идемте к выходу, — взглянул на часы Осипов. — Сейчас сюда приедет Потапов со своими людьми. Пусть теперь они и побегают по этому зданию. В конце концов, это их прямая обязанность защищать нас от возможных убийц. Они направились к выходу, где уже стояли Потапов и его сотрудники. Машков, увидев Дронго, кивнул ему в знак приветствия. Сегодня они все отвечали за безопасность гостей в этом здании. Потапов подошел к ним, сухо кивнул, после чего протянул руку. — У вас опять неприятности? — спросил Дронго. — Прокуратура не закрывает дело Лосякина, — сообщил Потапов. — Они считают, что происхождение денег так и не было установлено. А мы не можем предъявить им нашу пленку. Кроме того, наши аналитики считают, что была и другая пленка, на которой запись разговора Лосякина с заказчиком. Но ее мы не можем найти. — Где вы ее искали? — спросил Дронго. — В доме и на даче Лосякиных. Даже нашли тайник. Но пленки там не было. Говорят, что у него была где-то другая квартира, где он встречался иногда с женщинами. Но мы не знаем точного адреса. — Он не стал бы там ничего держать, — возразил Дронго. — Вы искали у него в служебном кабинете? — Конечно. — Думаете, он прятал пленку в своем кабинете? — Нет, не думаю. — Где вы нашли тайник? — На даче, — сообщил Потапов. — На веранде. — Он сделал тайник прямо на веранде. — И там не было пленки? — Не было. — Все верно. — Он не стал бы прятать такую улику на государственной даче, которую могут отобрать. — В тайнике могли быть только деньги. — Не стал бы он ее прятать и на квартире, где принимал женщин. Она наверняка большую часть времени пустует, и он знал, что любую дверь можно открыть. — Служебный кабинет тоже можно исключить. — Если бы его сняли с работы, он никогда больше не смог бы попасть туда. Остается только его квартира. Там всегда кто-то есть, и только там он мог спрятать пленку. — Мы провели обыск в его квартире, — напомнил Потапов. — Этого мало, — возразил Дронго. — Нужен повторный обыск. — Что значит повторный? — спросил Потапов. — Прокуратуру не даст второй раз санкции на обыск. — Большинство людей, когда теряет в доме какую-нибудь вещь, начинают ее лихорадочно повсюду искать и тратят на это уйму времени, — заметил Дронго. — А иногда полезно просто сесть, успокоиться и вспомнить, где ты оставил эту вещь. — Не понимаю, о чем вы говорите, — поморщил Потапов. — Мне нужно попасть в квартиру Лосякиных и самому все осмотреть, — попросил Дронго. — Завтра, поговорим об этом, — отвернулся Потапов и отошел к своим сотрудникам. — Он нервничает, — сказал Осипов. На фоне высоких Дронго и Осипова коренастый среднего роста Потапов выглядел не слишком выигрышно. Он чувствовал это и старался не стоять рядом с ними, предпочитая окружение менее рослых людей. Если Осипов при своем росте был весьма худощавым, то широкоплечий Дронго выглядел на фоне Потапова просто атлетом. — Уже в машине, — Осипов сказал Дронго. — Если вы найдете эту пленку, то мы наверняка сумеем установить, с кем говорил Лосякин. — Я не думаю, что в нашей стране найдется много неизвестных людей, которые могут давать указания генералу ФСБ. Как вы считаете? — Нужно найти первую пленку, если она действительно существует, — заметил Дронго. Судя по всему, Лосякин очень боялся этого задания. Поэтому он и сделал запись своей беседы с Рашниковым. Видимо, генерал хотел спрятать вторую пленку туда же, куда и первую. Надежное укрытие он мог придумать только в своей квартире. При наличии минимальной фантазии пленку там можно спрятать где угодно. — Надеюсь, что мы сможем найти эту чертову пленку, — пробормотал Осипов. Но только не сегодня. Сегодня у нас презентация. День девятнадцатый, пятница, Москва, 13 июля. Презентация была назначена на семь часов вечера. Но уже с половины седьмого начали подъезжать автомобили. Некоторые подъезжали в окружении джипов, в которых сидели охранники. По московским понятиям престижности, именно джип с охранниками был символом благосостояния их хозяина. Никто не принимал в расчет тот факт, что у громоздкого джипа гораздо меньше шансов набрать первоначальную скорость в городе, чем, скажем, у BMW или Мерседеса. Никто не задумался над тем, что, приспособленные для горных дорог, эти машины с трудом перемещаются в многомиллионном городе-мегаполисе. Все это было ерундой по сравнению с престижем. А Мерседес хозяина в сопровождении эскорта охранников на джипе поднимал этот самый престиж на должную высоту. Среди первых гостей, прибывших на презентацию, были в основном бизнесмены и деятели культуры. Первые приезжали на Мерседесах, вторые, по большей части, либо приходили пешком, либо подъезжали на такси. Разумеется, это не касалось звезд эстрады или популярных актеров, передвигавшихся на длинных лимузинах, которые должны были поражать воображение конкурентов и поклонников. Осипов не соврал. Лев Григорьевич действительно стоял у входа. Проходившие мимо него люди не обращали ни малейшего внимания на этого старика, стоявшего чуть в стороне от охранников, а он прекрасно знал, как искусно умеет гримироваться посол, каким невероятным ухищрением он может прибегнуть, и поэтому внимательно следил за всеми входящими, пристально вглядываясь в их лица. Все входы и выходы из здания, кроме центрального, были перекрыты, и у каждой двери, каждого окна стояли сотрудники службы охраны, либо офицеры ФСБ. К семи часам все с нетерпением ждали появления политиков. Первым приехал председатель Государственной Думы. За ним появился премьер-министр. Почти сразу за ним приехал председатель Совета Федерации. И, наконец, в пять минут восьмого, когда оба спикера и даже председатель правительства начали с недоумением поглядывать на часы, приехал мэр столицы, обозначивший таким образом, кто является главным на этом празднике. Нужно отметить, что ему сразу удалось привлечь к себе внимание большей части журналистов, бросившихся к нему. Он охотно и много отвечал на вопросы, понимая, как нервирует его популярность главу правительства и спикеров обеих палат. В семь тридцать, наконец, к микрофону, стоявшему на небольшой площадке, подошел президент фармацевтической фирмы, чтобы объявить вечер открытым, и почти сразу передал слово мэру столицы. Когда тот пошел выступать, Дронго и Осипов тревожно переглянулись. За несколько минут до этого Вигунов привез на презентацию своего пленника. Саиду пришлось заучить текст своего выступления почти наизусть. Вигунов был уверен в успехе. Он, правда, соврал, пообещав Саиду несколько десятков своих сотрудников на презентации. На самом деле их было только двое. На остальных не удалось достать приглашений. Настолько строго и четко работала пресс-служба компании. Вигунов до самого последнего момента не говорил своему добровольному пленнику, против кого будет направлен скандал, который они собирались устроить во время презентации. И только за несколько минут до официального открытия вечера он подошел поближе к Саиду и тихо произнес, кивая в сторону мэра. — Это он. — Он? — Ничего себе! — перспективой изумился Саид. — Да вы представляете, что со мной сделает его охрана? — Ничего они не сделают, — отмахнулся Вигунов. — На глазах у всех журналистов они не посмеют стрелять. В худшем случае кто-нибудь даст вам по шее. — Представляю, что бы вы говорили, если бы речь шла о вашей шее, — проворчал Саид, пробираясь поближе. Вигунов шел за ним молча, как тень. Наконец они оказались прямо перед площадкой. Саид огляделся. Двоих сотрудников Вигунова он уже приметил. В зале было немало лиц в штатском, которые представляли различные правоохранительные органы. Саид старался не думать о том, что его ждет. И поэтому он спокойно смотрел на энергичную жестикуляцию мэра, словно вычисляя расстояние между собой и человеком, которого он должен был оскорбить и опозорить. Вигунов, стоявший рядом, все время озирался по сторонам, словно оценивая количество собравшихся журналистов, которые должны были зафиксировать это по-своему историческое событие. Дронго стоял в толпе рядом с Осиповым, когда к ним подошел Черковский. «Больше никого в здании не пропускает», — сообщил он. Контрразведчики проверяли каждого входившего. Лев Григорьевич уверяет, что среди гостей Рашникова не было. «Он сюда не полезет», — согласился Дронго. «Ему нужен гораздо больший оперативный простор». «Тише!» — прервал их Осипов. «Сейчас мэр закончит свое выступление. Мэр столицы, энергичный, сильный и волевой человек, между тем продолжал говорить. Стоявшие за его спиной спикеры даже переглядывались время от времени. Они немного завидовали энергетике этого человека, сумевшего не просто стать кандидатом в президенты, но и завоевать такую популярность в народе. Даже премьер-министр, стоявший рядом с ним, и тот подумал, что сопротивляться подобному напору будет практически невозможно. Поэтому надо бы приложить все усилия для того, чтобы не испортить отношения с мэром, имея в виду, что он вполне может победить на президентских выборах». «Так не вовремя слег президент», — подумал премьер с тоской. Вегунов увидел среди гостей Тальковского и незаметно кивнул ему. Уже давно у них существовала договоренность, согласно которой Вегунов нигде и никогда не афишировал своих близких связей с банкиром. Никто не знал, что фактическим хозяином охранного агентства Вегунова является банкир Аркадий Леонидович Тальковский. Никому не было известно, что именно по просьбе банкира Вегунов нашел такого человека, как Саид Курбанов, вытащил его с огромными сложностями из тюрьмы, чтобы привести на сегодняшнюю презентацию. Оставалось дождаться момента, когда Саид выполнит свою задачу. Все остальное сделают журналисты. Раскрутить эту историю можно было как угодно. Например, поднять волну в прессе и на телевидении, обличая авторитарные методы правления мэра столицы. Несмотря на запрет Верховного суда, в столице по-прежнему существовала унизительная система регистрации для приезжих и командированных. Столичная милиция по-прежнему свирепствовала на улицах города, зачастую избивая ни в чем не повинных людей. А между тем все больше становилось тех, кто ощущал не только враждебность, но и опасность, находясь в столице. Оставалось только подать все это соответствующим образом. Апофеозом должна была стать выходка Саида, который, собственно, и был арестован за нарушение норм московской регистрации приезжих. Ничего лучшего бывший полковник милиции Вигунов придумать не мог. Он все время поправлял свои полутемные очки, которые надевал в помещении. На его вогнутом лице даже блуждал о подобии улыбки, словно он заранее наслаждался эффектом от того инцидента, который должен был произойти через несколько минут. Мэр закончил говорить и отошел в сторону. Слово дали министру здравоохранения. Он вышел и коротко поздравил присутствующих с открытием очень важного и нужного производства. Премьер-министр, который сам не должен был выступать, почувствовал себя немного уязвленным, посчитав, что федеральный министр мог бы выступить раньше мэра столицы. И, наконец, в заключение слов дали министру экономики, который долго и пространно говорил о значении нового проекта сотрудничества с уважаемой фирмой. Официальная часть должна была закончиться через десять минут. Вегунов шепнул Саиду, чтобы тот был готов. Должностные лица обычно не оставались на разного рода банкеты, предпочитая покидать их до того момента, когда число жующих гостей соответствовало числу пьющих. В такой неформальной обстановке мэра или премьер-министра обычно окружали десятки людей, которые пытались заручиться их поддержкой, на ходу излагая свои проблемы, как пытаются воспользоваться советом врача, оказавшись с ним в одной компании. Президент фирмы поблагодарил присутствующих и объявил, что официальная часть закончена. — Наступало время банкета, и официанты начали обходить присутствующих, предлагая им на выбор соки, напитки и разного рода горячительные пора, — сказал Вегунов, подталкивая Саида. Мэр уже сошел с площадки и разговаривал с двумя известными театральными режиссерами столицы. У него было прекрасное настроение, он все время улыбался, представляя, какой у него завтра будет рейтинг. Злорадно подумал Вегунов, снова поправив очки и еще раз подтолкнув Саида к мэру столицы. Саид заметил, как вокруг засуетились журналисты одного из телеканалов, очевидно они были предупреждены заранее, еще несколько шагов. И Саид оказался совсем рядом с мэром, около которого стояли его пресс-секретарь и заместитель по международным вопросам. Охранники, рассыпавшиеся по залу, следили за перемещениями гостей и глядели большей частью на их руки, чтобы в них не появилось ничего опасного. Саид сделал шаг по направлению к мэру, позади тяжело дышал Вегунов, он явно нервничал. Второй шаг — нужный объект был совсем близко, оставалось только поднять руку. Третий шаг. Они уже стояли почти вплотную к мэру столицы. — Давайте! — не выдержал Вегунов. И в этот момент Саид, внезапно развернувшись, размахнулся и влепил пощечину самому Вегунову. Очки упали на пол, все обернулись к ним, ахнула какая-то женщина, операторы развернули на них свои камеры. Вогнутое лицо Вегунова стало покрываться багряными пятнами. К Саиду бросились сразу несколько сотрудников службы охраны, схватили его. Он даже не пытался вырваться. Все смотрели на инициатора скандала. — Я хочу сделать заявление! — крикнул Саид. Охранники, стоявшие в зале, не знали, как кем реагировать. Конечно, это был хулиганский поступок, но направлен он был, не против должностного лица. Пробившийся вперед Потапа взглянул на Саида. Этот человек не был похож на Рашникова. Сразу отметил он и внутренне успокоился. В наступившей тишине Саид неожиданно громко сказал «Меня привезли сюда, чтобы устроить провокацию против мэра вашего города». Этих слов было достаточно, чтобы к нему потянулись все микрофоны в руках журналистов. Сотрудники ФСБ переглянулись, но сигнала на прекращение импровизированной пресс-конференции им не поступило. Ни Потапов, ни Машков таких сигналов не подавали. — Что происходит? — нервно спросил Осипов. — Осевидно, им мало было убрать политического конкурента. Перед этим его еще нужно было опозорить, — негромко прокомментировал Дронго. — Я считаю своим долгом заявить, — продолжал говорить Саид, что политическая позиция моей страны, которой принадлежу и я, никогда не вмешивалась во внутренние дела России. Точно так же мы отвергаем любое вмешательство в наши дела. Мы за союз двух равноправных народов. Меня хотели использовать для провокации, направленной против мэра столицы, чтобы сбить его высокий рейтинг. Меня специально вытащили из тюрьмы, чтобы я устроил этот скандал. В этот момент Вигунов пожалел, что вообще ввязался в эту историю. Он тяжело дышал, готовый броситься на Саида, но осознавал, что сейчас любой его неверный шаг вызовет еще больший скандал. Он повертел головой и увидел бешеный взгляд Тальковского, смотревшего на него с чувством негодования и омерзения. Это неправда, — хотел крикнуть Вигунов, но слова застряли у него в горле. — Меня учили тому, что я должен говорить, — громко продолжал Саида. Он почти кричал. Вигунов закрыл глаза. Уже ничего нельзя было сделать. Он увидел, как Тальковский пробивается к выходу, не обращая внимания на телеоператоров, снимающих весь ход скандала. Он увидел лицо московского мэра, который с удовлетворением слушал Саида. Мэр мгновенно оценил ситуацию и понял, что разыгравшийся скандал работает на него. Вигунов с ужасом смотрел, как журналисты толпятся вокруг Саида, которого сотрудники службы охраны уже отпустили, и теперь он стоял свободно в окружении массы разных людей, которые и не подозревали, что эта презентация преподнесет им такой сюрприз. — В лучшем случае Тальковский прекратит финансирование нашего агентства, — отрешенно подумал Вигунов. А в худшем... Оу... Об этом даже не хотелось думать. Премьер-министр, также заинтересовавшись, слушал Саида, даже не глядя в сторону Вигунова. Журналисты продолжали записывать, телекамеры и диктофоны фиксировали каждое слово. Вигунов повернулся, уже понимая, что здесь ему нельзя оставаться. Потапов подошел к Дронго, вид у него был обескураженный. — Вы видите, что здесь происходит? От волнения он говорил с большим трудом. — Во всяком случае, это не Рашников, — пошутил Дронго, — хотя он настоящий герой. Завтра все газеты напишут об этом инциденте, а мэр, по-моему, получит новую поддержку. В этой стране любят всех, кого пытаются незаслуженно обидеть. Теперь рейтинг мэра вырастет еще больше. — Кто бы мог подумать, — сказал сквозь зубы Потапов. — Такой скандал на презентации. Эффект будет не меньше, чем от пули Рашникова. Только этот выстрел против политических соперников мэра столицы. Я думаю, что он сейчас уедет. — Вы были правы, — наконец сказал Осипов, обращаясь к Дронго. — Рашников здесь не появится. — Вам нужно вытащить этого парня, — показал Носаида Дронго, обращаясь к Потапову. — Я думаю, что он сможет рассказать вам много интересного. — Не беспокойтесь, — заметил Потапов. — Я его не отпущу, пока он не ответит на мои вопросы. — У нас остался последний шанс, — вмешался Осипов. Получается, что Рашников выберет футбольный матч. — Мы должны еще найти первую пленку, — напомнил Дронго. — Поэтому сегодня необходимо получить повторную санкцию на обыск. Иначе мы не сможем там нормально работать. — Меня пригласили на эту гнусную роль, — продолжал говорить Саид. — Теперь мэр имеет поддержку не менее половины страны, — сказал Осипов. — Как можно было так топорно работать? — Они думали, что у них все получится, — ответил Дронго. — Они даже не могут себе представить, что на свете еще встречаются порядочные люди, как этот парень. Они ведь мерят все по собственным меркам, считая, что все вокруг продажны, как и они сами. Он протиснулся ближе, чтобы лучше слышать говорившего. Вегунов даже не стал искать очки. Он повернулся и вышел. Отныне он был не просто безработный. Он был неудачник, не сумевший обработать человека, практически стоявшего одной ногой в могиле, над которым нависла угроза бесчестия и позора. Он был неудачник, проваливший верное, как ему казалось, дело. Дело, в котором так был заинтересован его хозяин. День девятнадцатый. Москва. Пятница. Тринадцатая июля. Вечером Рашников подъехал к зданию, где должна была начаться презентация. Он вышел из машины, подошел к газетному киоску, стоявшему на другой стороне улицы, и огляделся. Вокруг суетились сотрудники милиции. Он обратил внимание на людей в штатском, стоявших у входа. От его взгляда не ускользнули их мягкие, привычно отработанные жесты. Заприметил он, и слонявшихся на противоположной стороне улицы высоких молчаливых парней сомнений не оставалось. Они знали о готовящемся покушении и ждали появления ликвидатора. Все его ухищрения оказались напрасными. Они сумели его вычислить, и теперь ждали, что он может появиться на презентации. Он повернулся и зашагал в сторону метро. На нем был берет, темные очки. Вместе с короткой бородкой и усами они делали его похожим на человека творческой профессии художника или актера. Образ дополнял длинный красный шарф, который был обмотан вокруг шеи. На нем был легкий полотняный костюм, рубашка на выпуск. В руках у него ничего не было. Рашников подошел к станции метро, проверил, не увязался ли за ним кто-нибудь из тех парней, что кружили вокруг здания. Убедившись, что все в порядке, он спустился вниз, вышел на нужную платформу и сел в вагон. Откинув голову, прикрыл глаза. Все шло по плану. Он предусмотрел вариант, при котором они смогут его вычислить. Собственно, он никогда не сомневался, что рано или поздно они все поймут. Нельзя считать, что все окружающие тебя люди кретины. В конце концов, все произошло так, как он и предполагал. Поначалу они поверили в его смерть, потом решили проверить, трупа не нашли. Одна из важнейших заповедей ликвидаторов — не верить в смерть человека, пока лично не убедишься в обратном. Он почувствовал, как на него смотрят. Этот навык тоже вырабатывался годами. Даже с закрытыми глазами ты чувствуешь чужой взгляд, как легкое прикосновение к твоей коже. Валера, он чуть повел головой. На него явно смотрели. Кто-то был рядом и смотрел на него. Он открыл глаза. Около него стоял десятилетний мальчик, который с детской непосредственностью разглядывал его. — Валера, это неудобно так смотреть на посторонних, — сказала бабушка мальчика, взяв его за руку. Рашников усмехнулся. Если бы все его проблемы решались так просто, хотя ему не на что было жаловаться. Через два дня он должен был завершить операцию и вылететь в Вену. Паспорт и визу в обеих туристических фирмах обещали выдать завтра. Значит, уже в понедельник он сможет улететь туда, где его не найдут. А потом можно будет получить деньги. В понедельник он позвонил по известному ему номеру и подтвердил, что собирается завершить все дело до следующего понедельника. Его собеседник был ошеломлен. Он явно не рассчитывал на такие темпы. — С шестнадцатого июля разблокируйте счет, — напомнил Рашников. — Да, — заверил его Тальковский и положил трубку. Теперь оставалось только сделать один единственный верный выстрел. Рашников уже давно продумал все до мелочей. Вагон остановился на нужной ему станции. Рашников быстро поднялся и вышел. Сегодня он впервые в жизни должен был по-настоящему рискнуть, появившись у своего помощника. Не доверять никому было железным принципом посла. Но без визита к помощнику он не сумел бы завершить свою операцию в Лужниках. Приходилось рисковать, чтобы уже через три дня навсегда покинуть эту страну. Его помощник Сергей Пеков был дважды судимый рецидивист и бывший спортсмен, побеждавший на всесоюзных соревнованиях по боксу. После победы в Харькове десять лет назад Пеков решил отметить это событие с друзьями в ресторане. За соседним столом сидели подвыпившие молдаване. В спиртном себя не ограничивали ни те, ни эти. В результате пьяной драки был убит один из молдаван, который напирал особенно сильно. Пеков ударил его по всем правилам классического бокса точно в челюсть, но тот умудрился отлететь к бронзовой статуе птицы и упасть прямо под этим произведением искусства, которое свалилось на голову несчастного, убив его на месте. Приговор — шесть лет в колонии общего режима. Пеков воспринял это как подведение черты под всей его предыдущей жизнью. Через три года он вышел по амнистии, а еще через год снова попал в тюрьму за грабеж и употребление наркотиков. Самое обидное, что грабеж он признавал, а наркотики ему подбросили сотрудники милиции, чтобы увеличить тюремный срок. В результате он получил двенадцать лет и на этот раз провел за проволокой более пяти лет. И лишь когда он снова появился в городе, судьба свела его с Рашниковым. Это было во время его очередного приезда в Москву. Рашников обратил внимание на угрюмого малого, сидевшего в кафе и заказавшего себе один чай. За соседним столиком расположилась группа длинноволосых парней, которые начали подшучивать над Сергеем. В результате один из них попал головой в тарелку с картофельным пюре, а остальные довольно быстро ретировались. Рашникову понравилась решительность молодого человека, и он подсел за его столик. Он уже тогда подумал, что Пеков может ему понадобиться. Сначала Сергей грубил, затем начал прислушиваться. Ушли они из кафе уже вдвоем. С тех пор Сергей работал на посла, ни разу не пожалев о своем выборе. Рашников потребовал, чтобы его подопечный устроился на работу и вел внешне незаметный, спокойный образ жизни. Это никак не вязалось с характером самого Пекова, но он согласился и с тех пор получал очень солидные проценты от своего благодетеля, оказывая ему разного рода услуги. Сегодня вечером он ждал Рашникова, волнуюсь больше обычного. По их взаимной договоренности они почти никогда не встречались, посылая друг другу сообщения по телефону, они заранее условились обо всех символах. Сегодня утром Рашников позвонил и предупредил своего подопечного, что собирается его навестить. У Пекова была двухкомнатная квартира в районе Измайлова, которую он купил по настоянию Рашникова. Посол проверял обстановку вокруг квартиры около часа, пока наконец не решился подойти к входной двери и позвонить. Дверь сразу открыл сам Пеков. По настойчивой просьбе Рашникова в этот день у Сергея в гостях не было ни знакомых девиц, ни развязно-блатных друзей. — Вам кого? — не узнал Рашникова Пеков. — Вы ошиблись, — быстро сказал он, собираясь захлопнуть дверь, но Рашников ловко подставил ногу. — Неужели совсем не узнал? — спросил он. — Игорь Викторович? — изумелся Пеков, всматриваясь в своего гостя. — Я бы на улице вас не узнал. — Учу я тебя, дурака, учу. А ты все никак не поддаешься дрессировке. Узнавать нужно по детали, например, по манере говорить или по походке. Их сменить гораздо труднее, чем внешность. — Учту! — мрачно пообещал Пеков, проводя гостя в комнату. Следующие два часа Рашников и Пеков обговаривали детали. Ликвидатор подробно объяснил диспозицию, начертил схему, показывая, где должен будет находиться Пеков. Они говорили до десяти часов вечера, пока спохватившийся Пеков не предложил поужинать. Но Рашников отказался. Ему важно было успеть домой не поздно, чтобы не обращать на себя внимания соседей и возможных зевак. — У меня все готово, — подтвердил Пеков. — Как мы договаривались? Он купил билет и будет сидеть в четырнадцатом секторе. Я несколько раз ему все объяснил. — Не подведет? — Нет, нет, мужик толковый. Я ему объяснил, что и как нужно делать. Думаю, что он справится. Я ему бы обещал тысячу долларов. — Хорошо. — Надеюсь, что он нас не подведет. — Не! Пеков немного помялся. У него были грубые черты лица, густые брови и синие глаза на выкате, которые, не мигая, смотрели на собеседника. — А как насчет моего гонорара? — спросил он. — Вы обещали удвоить. — Не волнуйся, — сказал Рашников. — Я тебя не обману. Он положил на стол пачку в десять тысяч долларов. У Пекова дернулось лицо, когда он увидел эти деньги. — Не волнуйся, — сказал Рашников на прощание. — Это только аванс. — Что бы ни случилось, ты получишь всю сумму полностью. — Спасибо, — кивнул Пеков. В присутствии Рашникова он всегда испытывал непонятную робость, словно тот его подавлял. — Ты помнишь место, где мы встречаемся? — спросил Рашников. — Конечно помню. — Я приеду пораньше. — Нет. — Раньше не нужно. Нужно появиться вовремя. — И не забудь все, что я тебе говорил. — Не забуду, — пообещал Пеков. Сидя на обратном пути в вагоне метро, Рашников снова подумал, что воскресенье может быть его последним днем в этой стране. От этой мысли ему стало так хорошо, что он закрыл глаза. Иначе кто-нибудь мог увидеть в его глазах счастливое выражение. День двадцатый, Москва, суббота, четырнадцатая июля. Утром раздался телефонный звонок. Дронго посмотрел на часы половина десятого. Для него это было еще очень рано. Включился автоответчик, и он услышал нетерпеливый голос Потапова, просившего снять трубку. Дронго пришлось протянуть руку и взять трубку. Я вас слушаю. Осипшим от сна голосом сказал он. — Вы еще спите? — спросил генерал. — У меня плохие новости. Прокурор не подписывает санкцию на повторный обыск. Он считает, что это издевательство над семьей погибшего. Вы меня слышите? Мы не сможем ничего сделать. — Где сейчас семья Кирилла Сергеевича? — Конечно, на даче. Сегодня суббота. Они поехали туда, спасаясь от московской жары. Должен сказать, что на его вдову очень подействовал то, что на даче был тайник. Она так переживает, как будто он ей изменял. Она поняла, что он не всегда ей доверял. — Это тоже больно, — пробормотал Дронго. — Значит, санкции не будет? — Нет. — Тогда придется войти в квартиру без санкции прокурора. — Вы с ума сошли? — разозлился Потапов. — Что вы говорите? Как это без санкции прокурора? Это незаконно! — Вы с ума сошли? — У меня высшее юридическое образование, — сообщил Дронго. — Поэтому не нужно мне ничего объяснять. Просто предложите Машкову мне позвонить. И больше ничего. — Вы авантюрист! — с возмущением сказал генерал. — Я не разрешу ему звонить. Это противозаконно. — До свидания. Дронго положил трубку и закрыл глаза. — Да. Ровно через час телефон зазвонил снова. Именно столько времени понадобилось Потапову, чтобы разобраться в своих чувствах. — Слушаю! — сонным голосом сказал он. — Это я, Виктор! — услышал он голос Машкова. — Что у вас случилось с генералом? Он меня вызвал к себе, ругается, говорит, что я должен тебя остановить, удержать от необдуманного шага. Он сказал, чтобы ты мне позвонил. — Да, он вызвал меня и приказал связаться с тобой, чтобы удержать. — Остальное неважно, — перебил Машкова Дронго. — Быстро приезжай ко мне. И возьми кого-нибудь из своих ребят. Только пусть ждут тебя в машине. — Ко мне поднимись один. Через полчаса Машков сидел напротив Дронго и внимательно его слушал. Полковник был смелым человеком, но предложение Дронго показалось ему слишком авантюрным. — Ты хочешь влезть в квартиру бывшего генерала ФСБ без санкции прокурора? — с изумлением спросил Машков. — Я ушам своим не верю. — Что с тобой произошло? — Ты всегда говорил, что нужно уважать закон, а тут предлагаешь сотрудникам ФСБ. Такое безобразие, я представляю, почему так разозлился Потапов. — Пойми, что у нас нет другого выхода, — убеждал его Дронго. — Я знаю, что это противозаконно. Понимаю, какие могут быть последствия, но у нас нет другого выхода. Мне обязательно нужно попасть в квартиру Лосякина, чтобы попытаться найти эту пленку. Если нас поймают, то меня выгонят с работы, а тебя арестуют за незаконное проникновение в чужое пожилище. Хорошо, если тебе не припишут грабеж. Ты сам понимаешь, на что идешь? А ты понимаешь, что может случиться завтра, если Рашников нанесет свой удар первым? В этом случае прогнозировать дальнейшее развитие ситуации вообще невозможно. Если мы не успеем остановить убийцу, то у нас будет пленка. Мы хотя бы сумеем смягчить негативные последствия покушения. Мы хотя бы укажем на конкретного заказчика преступления. И хоть немного собьем напряжение в обществе. — Я не могу, — решительно заявил Машков. — Я не могу стать вместе с тобой соучастником преступления. Я даже не имею права сидеть здесь и слушать твой пред. И не хочу слушать. — Тогда я пойду один, — невозмутимо сказал Дронго. — Послушай меня спокойно. Существует необходимая степень защиты, когда можно причинить вред нападающему, защищаясь от его угрозы. Считай, что в данном случае это лишь необходимая оборона. Лосякин был среди тех, кто напал на нас, поставив под угрозу благополучие всего общества. Лосякин и его друзья начали первыми, а мы всего лишь защищаемся. — Не нужно меня убеждать, — поморщился Машков. — Ты ведь все прекрасно понимаешь. В таком случае жди меня здесь, пока я не вернусь, — решительно сказал Дронго. — Мне понадобится несколько часов, чтобы разобраться. — Черт с тобой! — зло произнес Машков. — Ты ведь все равно не остановишься и пойдешь туда один. — Обязательно пойду. — Если хочешь мне помочь, отправь лучше своего сотрудника на дачу к Лосякиным. Пусть последит за домом. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из членов семьи неожиданно вернулся и застал у себя дома посторонних людей. — Это я догадался без твоего совета, — хмуро произнес Машков, доставая мобильный телефон. Через полчаса они стояли перед квартирой Лосякина. Несколько минут понадобилось, чтобы подобрать ключи и открыть замки. Светлая и просторная квартира сейчас как будто была погружена в атмосферу глубокого траура. Сорок дней после смерти Лосякина еще не прошли, и все зеркала были покрыты простынями. Машков недовольно огляделся и, войдя в гостиную, сел на стул. — Работай! — недовольно буркнул он, обращаясь к Дронго. Тот начал обходить квартиру, кабинет, спальня, гостиная, кухня. Нужно сначала сесть и успокоиться. Нужно почувствовать энергетику дома. Лосякин понимал, какую ценность представляла та пленка, что он искал. Он изучал теорию обысков и знал, что в первую очередь проверяют ванные комнаты и батареи, за которыми обычно оборудуются тайники, потом подоконники. Дронго уже успел заметить, что здесь они были не деревянные, а пластиковые. Он сел на стул, продолжая размышлять. Тайник в доме Лосякин не стал бы делать. Это достаточно опасно. К тому же здесь не дача, и жена могла его обнаружить. Значит, пленка спрятана в таком месте, откуда ее легко забрать в случае необходимости. — Тебе помочь? — спросил Мошков, видя, что его напарник молча размышляет, не предпринимая никаких действий. — Начни проверку со спальни, — предложил Дронго. — Посмотри все деревянные предметы. Кровать, шкаф, тумбочки. Может, где-то есть углубление, куда можно убрать пленку. Простучи там паркет, только осторожнее, чтобы нас не услышали соседи снизу. — Мы потеряем несколько часов, если будем искать таким образом и без всякой гарантии на успех, — заметил Мошков. — Знаю, — кивнул Дронго, — но у нас нет другого выхода. Мошков поднялся и пошел в спальню. Дронго остался сидеть на стуле, закрыв глаза. — В спальне, — подумал он, — в спальне начинает искать в первую очередь. Это тоже по теории. В спальне и на кухне. В холодильник он пленку не положит, она может испортиться. Пленка была в небольшой кассете, значит, ее можно спрятать где угодно, но только в таком месте, где она не испортится. Конечно, он не станет оставлять ее в карманах пиджаков или прятать в своем столе. Такую ценность он упрячет понадежнее. Это должно быть сухое и темное место, достаточно надежное и в то же время очень личное, чтобы жена не догадалась. Во время уборки кассета должна лежать на своем месте, ведь Лосякин отсутствовал дома по десять-двенадцать часов. Дронго поднялся и еще раз обошел квартиру. Остановился в прихожей. Здесь есть стенной шкаф, куда вешают одежду. Он открыл его и начал исследовать содержимое. Выдвинул один за другим ящики для обуви. Но все было безрезультатно. Он вернулся в гостиную. Высокая резная мебель. Дронго провел рукой по узорным рисункам из дерева. Там все было гладко. Телевизор? Нет. Кассету нельзя прятать рядом с подобными предметами. Магнитофоны и телевизоры исключаются. Он подошел к серванту? Нет. Здесь епархия его супруги. Она могла переставлять посуду и обнаружить кассету. От напряжения болела голова. Машков продолжал осторожно проверять паркет в спальне. Не нужно проверять паркет, крикнул Дронго полковнику. Лосякин не мог прятать кассету под паркетом, иначе во время уборки пылесосом тайник легко можно было обнаружить. Куда тогда он мог положить кассету? Кажется, Потапов сказал, что тайник на даче был обнаружен на веранде. Человеку обычно свойственно повторяться. Он мыслит своими стереотипами. Значит, там веранда, а здесь два балкона. Дронго подошел к балконной двери. Все из пластика, здесь нет углублений. Исключение составляет деревянная доска с внутренней стороны, которая укреплена вместо подоконника. С другой стороны мрамор. Дронго пошавил рукой под деревянным покрытием. Все было чисто, ровно и чисто. Он прошел в другую комнату и проверил там деревянное покрытие. Опять никакого результата. — Человек не меняется, — подумал Дронго. Любой индивид мыслит достаточно стандартно. Если он соорудил тайник на веранде, значит, и здесь должен был сделать нечто подобное. Но на балконе он не мог спрятать кассету с пленкой. Это абсолютно исключено. Пленка могла испортиться от перепада температур. А уж сомневаться в том, что Лосякин дорожил этой пленкой, не приходится. — Ничего нет, — сообщила спальня Машков. — Я ничего не нашел. Напрасно мы затеяли эту глупую возню. У нас все равно ничего не выйдет. Если бы пленка была в металлической коробке, мы бы еще могли попробовать поискать с помощью металлоискателя. Но найти пластмассовую кассету в огромной квартире, ну, нереально. И вообще у нас нет гарантии, что пленка в доме. — Она здесь, — упрямо сказал Дронго. — И мы ее найдем. Лосякин оборудовал свой тайник на веранде, — опять подумал он. — На веранде. — На балконе тайника не может быть. На веранде. Дронго вдруг прошел к входной двери, открыл ее и вышел на лестничную площадку. Осмотрел площадку, открыл дверцу в углублении, где висел электросчетчик. Затем снова вернулся в квартиру. — Веранда, — подумал Дронго, взглянув на входную дверь. Железная дверь была одета в коробку, покрашенную под дерево. Дронго поднял руку над дверным проемом, провел пальцем по стене до конца. Рука наткнулась на углубление. Он снова провел пальцем, так и есть. Прямо над входной дверью была небольшая дыра. Интересно, почему там дыра? Или ему так только показалось? — Нам нужно уходить, — напомнил Машков. — Мы здесь уже третий час. Дронго не ответил. Он принес стол, залез на него и внимательно осмотрел пространство над входной дверью. Затем достал из кармана перочинный нож. — Пора уходить, — повторила еще раз Машков. — Здесь ничего нет. Дронго расковырял свежую замазку, снова провел пальцами. Там было углубление. Он еще несколько раз осторожно провел ножом, затем засунул в углубление два пальца и обхватил небольшую кассету. — Ты меня слышишь? — спросил снизу Машков, испытывающий, глядя на него. — Слышу. Дронго осторожно достал кассету. Вытащил ее, продолжая держать двумя пальцами. Он подумал, что в прежние времена испытал бы небывалое чувство радости, а сейчас было всего лишь удовлетворение от удачной работы. Он посмотрел на кассету, сдул с нее пыль и кивнул Машкову. — Вот и все, — устало сказал он. — Все оказалось достаточно примитивно. Лосякин спрятал ее над входной дверью. Машков посмотрел на кассету, потом на лицо Дронго, потом снова на кассету. Он хотел что-то сказать, даже открыл был рот, но затем передумал. Он только стоял и смотрел на человека, который сумел за несколько часов сделать то, что казалось практически невозможным. — Замазка свежая, — объяснил Дронго. Тот тайник, что нашли на даче, был оборудован на веранде. Подсознательно он хотел защитить свою семью, вынося тайник как бы за пределы своего дома. Вот и здесь он поступил примерно так же. — Я попрошу, чтобы тебя наградили, — шепотом сказал Машков. — Обязательно, — иронично хмыкнул Дронго, — и желательно именным оружием. А лучше всего сделать копию кассеты, чтобы самому получить собственную награду. Он спрыгнул со стула и убрал кассету в карман. День двадцатый. Москва. Суббота. Четырнадцатая июля. Кассету привезли в ФСБ, и теперь в кабинете Потапова ее слушали все вместе. Хозяин кабинета — Машков и Дронго. — Здравствуй, — услышали незнакомый характерный голос. — Спасибо, что приехал. Надеюсь, здесь нас никто не услышит. Все трое переглянулись. Потапов сразу узнал голос человека, с которым он совсем недавно разговаривал. Дронго, ожидавший услышать именно этот голос, тоже не особенно удивился. Машков изумленно посмотрел на сидевших рядом с ним людей. Ему показалось, что он тоже знает этот голос. — Нет, конечно. — На этот раз говорил Кирилл Сергеевич. — Кто тут может оказаться в зарослях кустарника? Я бы никогда не нашел этого места, если бы вы не объяснили мне дорогу. — Я иногда здесь раньше проезжал, — ответил его собеседник. У Машкова уже не оставалось сомнений в том, кому принадлежит этот голос. Он стиснул зубы и с искаженным лицом слушал дальше. Машков не был дилетантом и мог предположить, что за подобной операцией стояли известные люди. Но одно дело предполагать, а совсем другое — вот так сидеть и все это слушать. Слушать, как генерал ФСБ ведет переговоры о физическом устранении известного политика. — В этом поселке есть один закрытый завод, на котором я когда-то работал. Это было много лет назад, но я до сих пор помню и поселок, и завод, и дорогу сюда. В этом смысле у меня хорошая память. Потапов шумно вздохнул. Теперь даже не нужно было идентифицировать голос. Человек сам рассказал о собственной жизни. Оставалось лишь уточнить, что именно этот человек работал на том закрытом заводе много лет назад. — Как дела у вас на службе? — услышали они тот же знакомый голос. — Как обычно, — ответил Лосякин. — Работаем. — Вы же знаете, что происходит в стране, полный бардак. — Знаю. — Я думал, хоть у вас порядок. — У нас беспорядок, в первую очередь. Потапов нахмурился. Он всегда подозревал, что Лосякин, пришедший к ним из разведки, не отличается особой лояльностью к своим коллегам. Он всегда настороженно относился к этому хлыщу. С другой стороны, ему было приятно, что эта кассета лежала у него на столе. Теперь ее можно будет предъявить директору, попутно объяснив ему, какого любимчика он пригрел на груди. Никто не знает, что завтра будет, даже наш директор занервничал. После того, как у президента случился инсульт, все ходят, трясутся. Никому неизвестно, кто усидит на своем месте, а кому дадут коленкой под зад. Они продолжали говорить, но пока это были лишь общие фразы. Ничего такого, ради чего эту кассету следовало вообще записывать и прятать. Однако разговор стремительно набирал обороты, и, наконец, они подошли к опасной теме. — Кого изберут, ты сам прекрасно знаешь, — говорил собеседник Лосякина. Он лидирует во всех рейтингах. Интересно, что за него проголосуют все от левых до правых. В сущности, они все считают его единственным гарантом стабильности государства. Как только его изберут, он начнет копать и под нас, и под вас. Я буду первым на очереди, ты вторым. Он довольно точно обрисовал ситуацию, — подумал Дронго, видя, как нервничает Потапов. Кассета была не просто компроматом. Она доказывала существование страшной теневой силы, которая могла разнести всю политическую систему страны в клочья. Шансов остановить его у нас нет, вообще нет ни единого. Врачи считают, что президент приговорен. Он уже никогда не сможет нормально работать. И в отставку его сейчас не отпустят, им это пока невыгодно. Премьер уже наложил в штаны, думает, как бы досидеть до выборов. Значит, нам самим нужно решать, что делать в этой ситуации. Решать надо быстро, не дожидаясь, пока нашего премьера выставят из его кабинета, а президента объявят недееспособным. Потом они назначат очередные выборы, на которых триумфально победит совсем не тот человек, который нам нужен. Ты меня понимаешь? Потапов сжал пальцы. Сейчас все зависело от того, что скажет Лосякин. Все зависело от его ответа. — Вы говорите о главном претенденте? — послушался голос Кирилла Сергеевича. Он все еще осторожничал. Он вчера выступал по телевидению, давал интервью, показали по всем новостям. Ты наверняка видел. Я говорю о мэре столицы. Они услышали, наконец, главные слова. Объект, против которого затевалась эта акция, был назван. Но следующая фраза должна была стать решающей, самой главной в этой записи. Лосякин прямо спросил. — Вы предполагаете физическое устранение? Было слышно, как у него дрожит голос. Машков закрыл глаза. Теперь не оставалось никаких сомнений. Генерал ФСБ обсуждал планы устранения известного в стране политиков. В это невозможно было поверить. Но это была правда. Или поиск компромата, способного... Очевидно, сам Лосякин тоже боялся поверить в возможность того, что ему предлагалось сделать. — Без Ильи, — резко ответил его собеседник. — Никакие компроматы сейчас уже не проходят. Всем надоели эти истории с разоблачениями, кассетами. С бабами он не спит, чтобы его ловить на этой дешевке. А на взятках ты его шиш поймаешь. Он не такой дурак, чтобы брать борзыми щенками. Он и так один из самых богатых людей в стране. Любой компромат только прибавит ему голоса на выборах. И он еще выставит себя борцом за моральную чистоту против бесчестных чиновников, попытавшихся его скомпрометировать. Поэтому Ильи не нужно. Только первый вариант. Потапов выдохнул воздух, почувствовав, что задыхает сам. Когда собеседник Лосякина начал говорить, он затаил дыхание. Ему все еще казалось, что сказанных слов недостаточно. Но, наконец, прозвучала фраза «Только первый вариант!» И это был приказ на ликвидацию. — Я понимаю, — сказал Лосякин. Потом пленка долго крутилась в пустую, словно запись прервалась. Потапов даже хотел было остановить прослушивание, когда, наконец, они услышали голос. — Чего молчишь? Струсил? — Нет, — ответил Кирилл Сергеевич. — Думаю. — Я обратился к тебе как к человеку, которому я доверяю. Ты ведь знаешь, что наша дружба и все наши друзья готовы были тебя поддержать. Мы сейчас готовы оказать содействие. Если и все получится, на твое имя в любой точке мира будет открыт счет. — Сволочи! — не сдержавшись громко, сказал Потапов. — Вот так они покупали всех чиновников, сволочи! И тот, и другой! Быстро поправился он. — Что будет потом? — спросил Кирилл Сергеевич. Его собеседник объяснил ему, как он видит дальнейшее развитие ситуации. И, наконец, Лосякин попросил денег, больших денег. Когда его собеседник сказал, что деньги будут, и пообещал пять миллионов долларов самому генералу, Потапов начал багровить. О таких деньгах он не мог даже мечтать. Получалось, что только нелепая случайность не позволила Лосякину стать миллионером. — С такими деньгами он мог отсюда уехать, — раздраженно подумал Потапов. Но оказалось, что самая неприятная новость еще ждала его впереди. — Считай, что договорились, — сказал собеседник Лосякина. — Что-нибудь еще? — Да, — сказал Кирилл Сергеевич. — Если все будет нормально, я бы хотел иметь некоторые гарантии, кроме денег. — Какие гарантии? — Место директора ФСБ. — По факту гибели такого высокого должностного лица будет проводиться расследование, и вам нужно иметь на этом месте своего человека. Этого Потапов уже не мог вынести. Он стукнул кулаком посту. — Мерзавец! Предатель! Подлец! Очевидно, он ругал своего бывшего коллегу не столько за предательство, сколько за ловкий ход, благодаря которому тот должен был стать не только самым богатым генералом ФСБ в стране, но и руководителем контрразведки. Потапов вдруг отчетливо понял, что он сам никогда не сможет занять этот пост. Все было куплено, все было распределено от самых высоких должностей до самых рядовых. За жизнь каждого человека, даже известного политика, была всего лишь своя цена. Далее собеседник Лосякина попросил найти высококлассного специалиста, который мог бы гарантировать проведение всей акции на должном уровне. Они деловито обговаривали все детали. Дронго подумал, что эта пленка — настоящая политическая сенсация, которую охотно перепечатают газеты всего мира. — Никогда не сомневался, что ты умный человек, — сказал на прощание собеседник Лосякина. — Думаю, что насчет повышения ты прав. — В стране нужны такие толковые профессионалы, как ты. — До свидания. Пленка закончилась. — Еще долго раздавалось характерное шипение. Потапов выключил магнитофон, посмотрел на сидевших в его кабинете людей. Дронго молчал. Ему все было омерзительно. Противно. Машков тяжело дышал, словно после длительного забега. Кассета произвела на него очень сильное впечатление. — Вот и все, — сказал Потапов. — Я пойду к директору получать санкцию на арест. Думаю, что второй голос на кассете вы узнали. Он теперь не отвертится. — Директор может не разрешить вам арестовать его без проведения экспертизы, — сказал Дронго. — Мне кажется, что вам нужно отдать пленку в вашу лабораторию и сделать копию на всякий случай. — Нет. Это не обычное уголовное дело. Это политическое дело. Когда генерал ФСБ и человек, близкий к президенту, планируют физическое устранение известного политика, я обязан в первую очередь доложить своему руководству, — подчеркнул Потапов. Он поднялся, забрал кассету и, попросив остальных подождать его, вышел из комнаты. Машков провел его долгим взглядом, потом посмотрел на Дронго. — Что ты обо всем этом думаешь? — Ничего. — Все так и должно было кончиться. Лосякин, очевидно, опасался, что его могут обмануть или подставить, или убрать. Поэтому он решил подстраховаться и сделал эту запись. Ему и в голову не могло прийти, что запись будет использована против него самого. Если бы не автомобильная авария, в которую он попал, мы бы, наверное, ничего не узнали. — Когда думаешь о таких случаях, начинаешь верить в провидение, — признался Машков. — Я опасаюсь за завтрашний футбольный матч, — признался Дронго. — Мне очень интересно, как он сможет подобраться к правительственной ложе, где будут почетные гости. Он ведь не может подняться на трибуну с оружием в руках. Значит, он придумал какой-то трюк. — Какой? — Хотел бы я знать. — Мы его возьмем, — уверенно сказал Машков. — Он не пройдет мимо наших людей. Мы будем проверять всех людей его возраста, которые захотят подойти к правительственной ложе. — Он учитывает и этот вариант, — нахмурился Дронго. — Он обязательно просчитает все варианты. Нужно быть готовым завтра к любой неожиданности. На месте мэра я бы не поехал на футбол. — Да. — Ты ведь знаешь, что это невозможно. Завтра решающий матч, играя в «Спартак», за который болеют миллионы людей в нашей стране, не явиться на такой матч означает потерять их голоса. Это невозможно. У каждого политика есть свой предел возможностей. — Тогда нужно быть готовыми к любой неожиданности, — сказал Дронго. — К любой. — Прошло десять минут с тех пор, как Потапов отправился к директору ФСБ. — Двадцать минут. — Полчаса. — Сорок минут. — Дронго поднялся и стал ходить вокруг стола. Машков читал газету. — Что-то случилось, — сказал наконец Дронго. — Почему он так долго не возвращается? — Не знаю. — Угрюмо ответил Машков, который тоже заподозрил неладное. Наконец, через полтора часа генерал появился. Он вошел в кабинет явно не в духе. Прошел к своему креслу, сел, посмотрел на сидевших в его кабинете людей. Директор считает, что эту пленку нельзя использовать в качестве доказательства вины того человека, который разговаривает с Лосякиным, — доложил Потапов. — Как это нельзя? — не понял Машков. — Вы достали кассету незаконным путем, — пояснил Потапов. — Не получив санкции прокурора на обыск, без должного оформления документов, любой адвокат заставит нас изъять эту кассету из материала в дело. А прокуратура, узнав о том, что вы были в квартире Лосякина без санкций, еще и возбудит против вас уголовное дело. — Против нас, — поправил Потапов. — При чем тут уголовное дело, — изумился Машков. — У нас есть такая пленка. Достаточно, чтобы она попала в газету, и карьера собеседника Лосякина будет закончена раз и навсегда. Любой прокурор мгновенно решит возбудить уголовное дело после такого материала. И сразу выяснить, что материал мы получили незаконным путем, — отрезал Потапов. — В общем, я думаю, что разговор можно на этом считать законченным. Пленка изъята и не подлежит оглашению, как совершенно секретная информация. И вас, Дронго, я прошу иметь это в виду, если вы не хотите, чтобы на вас завели дело за вторжение в чужую квартиру. — Я не понимаю, что происходит, — сказал Машков, глядя на генерала. — Вы хотите сказать, что мы должны забыть о пленке и что дело будет закрыто? — Это мы обсудим без посторонних, — мрачно ответил генерал. — Вы свободны, Дронго. Спасибо вам за вашу информацию. — И вы ничего не хотите мне объяснить? — спросил Дронго. — А вы считаете себя вправе требовать объяснений от генерала ФСБ? — До свидания, — поднялся Дронго. Машков взглянул на Потапова такими глазами, что тот поежился. Дронго пошел к выходу. — Вы дадите ему уйти? — спросил полковник. — Подождите, — крикнул хозяин кабинета. Дронго обернулся. Потапов поднялся из кресла и подошел к нему. — Я думал, вы меня поймете, — пробормотал он. — Все не так просто, как вам кажется. — Вам не разрешили заниматься этим делом? — спросил Дронго. — Да, — признался Потапов. — Директор считает, что мы не имеем права говорить об этой пленке. — Если кто-нибудь узнает об этом разговоре, можно ставить крест нашей организации. ФСБ просто расформирует. — Контрразведка не выдержит еще одной перетряски. Вы представляете, что будет, если узнают, что генерал ФСБ подыскивал наемного убийцу? — И вы считаете, что причина только в этом? — Нет. — Потапов повернулся и пошел к своему креслу. Сел и, не глядя на Машкова и Дронго, признался. Он звонил руководителю аппарата президента. Тот попросил директора приехать к нему с пленкой. Сейчас он уже едет в Кремль. — Мне дано указание объяснить вам, что пленка была изъята незаконно и что дело закрыто. — Но вы же знаете, кто был собеседником Лосякина, — сказал Дронго. — Неужели вы ничего не предпримете, даже располагая такими доказательствами? — Что вы от меня хотите? — вздохнул Потапов. — Я военный человек и обязан выполнять приказ. — В прошлом году, когда я расследовал убийство известного тележурналиста, вы говорили мне примерно те же слова, — напомнил Дронго. — Тогда я принес вам доказательства вины конкретных людей. Но вы не захотели мне поверить. Сейчас в вашем распоряжении пленка, на которой конкретные люди договариваются об устранении одного из самых видных политиков в стране, и вы снова хотите сделать вид, что ничего особенного не происходит. Вам не кажется, что это превращается у вас в дурацкую привычку? — Перестаньте, — прервал его Потапов. — Вы все прекрасно понимаете. Нельзя перед выборами устраивать в стране такой балаган. Нельзя подставлять всю нашу организацию из-за предательства одного человека. Нельзя ставить под удар стабильность в стране из-за одного человека. — А закон, — напомнил Дронго, — или его мы не принимаем в расчет? — Когда вы проникли в квартиру Лосякина, вы тоже не думали о законе, — пробормотал генерал. — Согласен, — кемнул Дронго. — Посадите меня в тюрьму за то, что я влез в чужую квартиру. Но в таком случае будьте последовательными до конца. — Посадите в тюрьму и того человека, который дал задание Лосякину найти наемного убийцу. — Хватит! — Хватит! — отмахнулся Потапов. — В нашей организации приказы не обсуждают. — Вы разрешите мне подать рапорт на ваше имя? — спросил вдруг молчавший до сих пор Машков. — Какой рапорт, — не понял генерал. — На увольнение, — пояснил Машков. — Я прошу меня уволить. В этом случае я смогу обнародовать эту пленку и сделать так, как мне велит моя совесть. — Не разрешаю, — ответил Потапов. — Поймите, что все гораздо серьезнее, и вам сейчас нужно думать о завтрашнем футбольном матче, чтобы предотвратить возможное убийство. — Потрясающая ситуация, — пробормотал Дронго. — Мы знаем, кто убийца. Знаем, кто его нанял. Знаем, через кого это было сделано. И никого не можем арестовать, не можем даже предъявить обвинение главному заказчику готовящегося преступления. — И вы думаете, что это правильно? — Я не думаю. Я выполняю приказы. Потапов сжал руку в кулак. — Спасибо вам за все, что вы сделали. Спасибо вам за вашу помощь. — Если завтра вы захотите нам помочь, мы не станем возражать. Но про пленку забудьте. Это все, что я могу вам сказать. А вы, Машков, забудьте про свой рапорт. У нас не институт благородных девиц, и вы не Дон Кихот. Завтра днем мы все должны быть на матче, чтобы обеспечить безопасность всех чиновников, которые будут находиться в правительственной ложе. По нашим данным, кроме московского руководства, там будет еще премьер-министр и спикеры парламента. — Мне можно уйти? — спросил Дронго. — Вы поняли, о чем я вас попросил? — спросил Потапов. Я понял все. Дронго вышел из кабинета. Он еще минут двадцать прождал в приемной, пока оттуда не вышел Машков. Он был бледнее обычного. — Что-то случилось? — понял Дронго. — Ничего. — пожал плечами Машков. — Генерал объяснял мне политическую ситуацию в стране. Он искренне считает, что если эта пленка, не дай бог, попадет в газеты, добром это не кончится. — Где твоя копия? — Ты сказал ему о копии? — Нет. — Но я прошу тебя отдать мне ее. — Конечно, если ты мне доверяешь. Обещаю тебе, что я сохраню ее. Дронго достал из кармана вторую кассету и, молча ничего не сказав, протянул ее Машкову. Тот также молча взял кассету и положил ее в карманы. После этого только благодарно кивнул головой. День двадцать первый, Москва, пятнадцатая июля. Когда в Москве играет «Спартак», это не просто футбол. Это нечто гораздо большее, чем игра. «Спартак» — последняя надежда не утратить полностью самоуважение. Последняя ставка, которую делает проигравший игрок, последний шанс отчаявшегося человека. Все знают, что команда может сыграть несколько безликих матчей, а затем сотворить чудо, в которое невозможно поверить. «Спартак» — это эмоции, помноженные на кураж, минус жизненные невзгоды и унижения. Именно поэтому к стадиону за несколько часов до начала игры уже потянулись болельщики, знавшие, каким важным будет сегодняшний матч между двумя московскими командами. Вокруг стадиона стояло привычное кольцо московской милиции и контролеров. Многие обращали внимание на людей в штатском, которые находились рядом с контролерами и внимательно приглядывались к проходившим на стадион людям. Особый интерес у них вызывали пожилые мужчины, некоторых из них даже останавливали и просили показать документы. Одного старика так и вовсе попросили пройти к машине, которая стояла за внешним кольцом охраны. Все сотрудники ФСБ, стоявшие в оцеплении, имели портрет Рашникова. Все сотрудники милиции знали, что особое внимание нужно обращать на мужчин старше 50 лет. Все контролеры имели установку не разрешать болельщикам проходить на стадион с посторонними предметами в руках. И все-таки волнение по мере приближения начала матча нарастало. Все были в необычайном напряжении. Потапов прошел в правительственную ложу, где находился Осипов. О состоянии Потапова нетрудно было догадаться, потому как у него дергалось лицо. Осипов сидел мрачный, глядя перед собой. Если Рашникову удастся покушение, служба внешней разведки не сможет рассчитывать на снисхождение. Все газеты немедленно вспомнят о том, что внешняя разведка много лет не реформировалась, не обновлялась, и вот результат, она стала идеальным укрытием для типов подобных Рашникову. — Мы вызвали сюда все наше московское управление, — сказал Потапов, усаживаясь рядом с Осиповым. Я звонил начальнику управления, просил его убедить мэра не приезжать на стадион, но тот не согласился, осознавая важность сегодняшнего матча. — Премьер тоже приедет, — вздохнул Осипов. — Они оба будут наблюдать за игрой. Здесь, в ложе, находятся несколько наших сотрудников. — Мы не знаем, где может появиться Рашников, — продолжал Потапов. — Я вызвал специалистов из Министерства обороны, мы проверили всю трибуну металлоискателями. — Правильно, — кивнул Осипов, — но он не станет взрывать трибуну. Он не террорист, а профессиональный убийца, своего рода виртуоз, настоящий мастер в своем деле. Он знает, что мы его уже вычислили и предполагаем, что он может появиться здесь. Так что он должен тем более безупречно выполнить порученное ему задание. Дело даже не в деньгах. На карту поставлена его профессиональная гордость, если хотите. Он бросает вызов всем нам. — Гордость палача, — прошипел Потапов. — Его ума хватает только на то, чтобы убивать людей. — Так его запрограммировали, — пожал плечами Осипов. — Раньше он был нам нужен именно таким, а сейчас он превратился в неуправляемый механизм, который нельзя починить. Его может только сломать. — Вот мы и сломаем, — пообещал Потапов, взглянув на футбольное поле. До начала матча оставалось несколько минут. Он увидел, как в ложу входят премьер-министр и московский мэр. Оба о чем-то оживленно беседовали. Сотрудники охраны взяли обоих политиков буквально в кольцо. Когда те уселись на свои места, к Потапову подошел руководитель охраны московского градоначальника. — Как у вас дела? — озабоченно спросил он. — Не нашли еще своего убийцу? — Он не появится на стадионе, — сказал Потапов. — Его фотография есть у всех моих сотрудников. Здесь 400 сотрудников ФСБ и несколько тысяч сотрудников милиции, не считая специалистов из внешней разведки и ваших людей. Он не сумеет пройти на стадион. — Надеюсь, что так и будет, — пробормотал руководитель службы охраны. — Завтра мы улетаем в Швейцарию. — Я думаю, что он не сорвет нам отпуск. — Потапов молча взглянул на Осипова. Тот отвернулся. — Ситуация была такова, что гарантировать безопасность кому бы то ни было он не мог. — Осипов знал, как умеет работать ликвидаторы. И он продолжал надеяться на чудо. Дронго стоял внизу рядом с контролерами, проверявшими билеты. Машков тоже был там. Он пристально вглядывался в лицо каждого проходившего мимо. — Не нужно так нервничать, — посоветовал Дронго. — Не обязательно, что он пройдет мимо нас. Он может появиться у любого входа. — Неужели он посмеет прийти? — спросил Машков. — Неужели он совершенно не заботится о своей безопасности? — Заботится, заботится, — угрюмо ответил Дронго. И наверняка уже придумал какой-то вариант, о котором мы не знаем. Я всю ночь размышлял, как можно попасть на стадион с оружием в руках, точно зная, что тебя ждут, что на всех углах тебя подкарауливают, твои фотографии розданы всем охранникам. Честно говоря, вариантов почти нет. Но ясно, что он все равно здесь появится. У него будет оружие. — Ты так говоришь, как будто хочешь, чтобы он здесь появился, — заметил Машков. — Хочу, — неожиданно сказал Дронго. Он ведь не просто ликвидатор. Рашников — живая легенда, настоящий динозавр, доставшийся нам от прошлой эпохи. Он реликт уходящего мира, который был жестко разделен на сферу влияния. Кроме того, он настоящий мастер своего дела. Мне будет даже интересно с ним встретиться. — Только не сегодня, — попросил Машков. — Лучше бы ты имел другую профессию и удовлетворял свои интересы в другой сфере. — Он все равно придет, — невозмутимо заявил Дронго. У него должен быть разработан план проникновения на территорию стадиона с оружием в руках. — Мы проверяли даже футболистов, тренеров, массажистов, судей, — сказал Машков. — У него не должно быть шансов. — Скоро начнется матч, — взглянул на часы Дронго. — Теперь нам недолго остается ждать. Первый ход все равно будет за ним. Главное — не дать ему возможности выстрелить. Матч начался почти без опоздания. В четырнадцатом секторе с самого края на скамье сидел пожилой человек со слезящимися глазами. Ему было явно за шестьдесят. Он был невысокого роста, растрепанный, в грязном пиджаке, хотя в силу своего возраста он и должен был привлечь внимание охраны, но он был в два раза ниже Рашникова, и поэтому на него никто не обратил никакого внимания. Арсений Коробов страдал целым букетом болезней, какие часто встречаются у пожилых людей от диабета до склероза. Но сегодня на футболе он точно знал, что за полчаса до окончания матча у него должно схватить сердце. Чтобы не забыть об этом, он даже получил от Пекова наручные часы с будильником, которые должны были напомнить ему об этом ровно через час после начала игры. Коробов был опустившимся типом, как раз таким, какого Пеков искал по всем соседним кварталам. Это было задание, которое Рашников дал своему помощнику две недели назад. Тот нашел подходящего старика и объяснил ему, что от него требуется. Коробов должен был отправиться на стадион и сымитировать сердечный приступ ровно за полчаса до окончания матча. Матч начался. Спартак привычно оттеснил к воротам своих соперников и начал нагнетать давление на чужие ворота под одобрительные крики болельщиков. Большинство проходов были уже закрыты и только в двух местах пропускали опоздавших болельщиков. Машков подошел к Дронго. — Он не явился, — сказал полковник. — Он уже здесь, — возразил Дронго. — Или где-нибудь рядом. — Меня поражает твое спокойствие, — вспыхнул Машков. — Следите за правительственной ложей, — напомнил Дронго. — Особенно проверяйте всех, кто туда входит. Рашников может появиться под видом журналиста или репортера, где угодно. — Не может, — начал нервничать Машков. — Он не может нигде появиться. Его фотография у всех наших сотрудников. Мы его арестуем немедленно, если он появится даже рядом со стадионом. — Не нужно так нервничать, Виктор, — примиряюще сказал Дронго. — Мы для того и находимся здесь, чтобы у него ничего не вышло. На двадцатой минуте стадион взорвался криком радости. Спартак повел в счете, забив первый гол. Ликованию болельщиков не было границ. Сотрудники ФСБ начали проверку раздевалок, где находились служащие стадиона. Все проходы были перекрыты, контролеры больше не пропускали никого из опоздавших. Динавовцы не сдавались. Прижатые к своим воротам, они совершали храбрые вылазки, контратакуя и стараясь подловить соперника на ошибке. На тридцать девятой минуте это им удалось, и хавбэк Динамов садил мяч головой в ворота Спартака под радостный вой своих болельщиков, которых оказалось ничуть не меньше спартаковских. Рашников взглянул на часы. Завершался первый тайм. Ликвидатор был в десяти минутах езды от стадиона. Он увидел, как пожилой водитель выходит из дома, чтобы сесть за руль своего фургона скорой помощи. Рашников ждал его, укрывшись под густой листвой. В руках у них был чемоданчик. Когда водитель уже подходил к своему автомобилю, Рашников, улыбаясь, шагнул ему навстречу. Водитель взглянул на него, открывая дверцу машины, и упал без сознания, не успев понять, что произошло. Рашников нанес ему удар в сонную артерию. Если бы он ударил немного сильнее, водитель мог умереть. Но посол считал, что лишние трупы — это признак отсутствия профессионализма. Он втащил тело водителя в машину, сел за руль. Через две минуты машина остановилась у дома Пекова, который уже ждал его у своего гаража. Они внесли тело водителя в гараж, и Рашников сам связал несчастного, не доверяя этого своему напарнику. Лишь убедившись, что водитель по-прежнему без сознания и надежно связан, он кивнул Пекову, показывая на автомобиль. Через минуту, надев белые халаты, они отъехали от гаража. Рашников выкрасил волосы и прикрепил искусственную бородавку рядом с носом. Он знал, как важна деталь такого рода. Теперь бородавка будет привлекать внимание каждого, кто им заинтересуется, мешая сосредоточиться на его общем облике. Первый тайм закончился. Коробов незаметно вздохнул. Сердце у него действительно болело. В перерыве Потапов, не выдержав напряжения, вышел из ложи и спустился вниз. Вовсюду были его сотрудники. Он подошел к Машкову и Дронго. — Может быть, он не приедет? — неожиданно спросил генерал, обращаясь к Дронго. — Обязательно приедет, — возразил Дронго. — Мы должны его ждать. Потапов хотел что-то сказать, но потом решил никак не комментировать слова Дронго. Он повернулся и пошел обратно, поникший, словно постаревший на несколько лет. Он уже знал последнюю новость, которую вот-вот должны были узнать и Дронго с Машковым. Потапов решил, что ему лучше не оказываться рядом с ними, когда они получат это известие. — Нерничает, — сказал Машков, глядя ему вслед. — После вчерашней истории с пленкой он сам не свой. Полковника вызвали по рации. Он выслушал сообщение, которое ему передал один из его сотрудников, затем убрал рацию. Его лицо было серого цвета. Только что передали по каналам телевидения. Мертвым голосом сообщил Машков. Банкир Тальковский попросил политического убежища в Нью-Йорке. Он сделал заявление, что опасается за свою жизнь в Москве, где ему неоднократно угрожали его политические конкуренты. — Кассета, — вспомнил Дронго. — О ней знали несколько человек. — Значит, его предупредили. — Когда он вылетел в Нью-Йорк? — Вчера вечером, — подтвердило его опасение Машков. — Слушай, давай договоримся. Ты не будешь меня спрашивать, что я сделал с твоей копией. Могу лишь сказать, что я не сдавал ее генералам. — Его предупредили, — ошеломленно повторил Дронго. — Вчера вечером об этом знали только несколько человек. — Если я хоть что-то понимаю в человеческой психологии, это сделал не Потапов. — Не нужно гадать, — попросил его Машков. — Все получилось так, как должно было получиться. Может, они сделали это специально, чтобы выдворить его из страны. Живой свидетель на процессе разнес бы нашу политическую систему в клочья, а эмигрант, попросивший убежище в Америке, уже никому не страшен. Дронго молчал. Он посмотрел на полковника таким взглядом, что тот поежился. Потом вдруг Машков с неожиданной злостью сказал. — Знаю, 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 все знаю, что ты хочешь мне сказать. Я иногда думаю, что еще должно случиться с нашей страной, чтобы мы наконец осознали, в какой пропасти мы все оказались. И не могу представить себе глубины падения. Я завтра же подам рапорт на увольнение. — Глупо, — возразил Дронго. — Чем меньше будет в ваших органах порядочных людей, тем хуже будет для всех остальных. — Не нужно ничего говорить, — попросил Машков. А то я сам возьму винтовку и пойду вместо Рашникова кого-нибудь убивать. Например, нашего директора. Или того чиновника, к которому он поехал. Или... Само себя. Неожиданно закончил он и отвернулся. Автомобиль скорой помощи медленно ехал по направлению к стадиону. Начался второй тайм. Спартаковцы снова пошли вперед. Трибуны гудели. Коробов незаметно потер грудь и взглянул на часы. До назначенного времени было еще несколько минут. Перед въездом на стадион Рашников еще раз посмотрел на себя в зеркало. Он учел все обстоятельства, даже сел сам за руль автомобиля. Он знал психологию охранников. Они обращали основное внимание на пассажиров, служебных машин, почти не глядя на водителей. Сказывалась синерция мышления. Рашников мягко затормозил метрах в пятидесяти от входа, куда въезжали правительственные машины. Теперь оставалось только ждать. Посол взглянул на Пекова. Тот облизнул губы, он тоже волновался. — Ты взял с собой ружье? — неожиданно спросил Машков. — Взял, — кивнул Дронго. — Ты ведь знаешь, что я терпеть не могу пользоваться оружием. Любой человек на уровне подсознания считает, что пистолет может решить все его проблемы и, как правило, ошибается. — У тебя все оформлено правильно? — Боишься, что меня посадят за незаконное ношение оружия? — насмешливо осведомился Дронго. — Или ты думаешь, что они найдут другой способ вывести меня из игры? — Хватит! — помрачнил Машков. — Еще накликаешь на себя беду. — Ровно за полчаса до окончания матча Коробов закрыл глаза, тихо застонал и стал заваливаться на своего соседа. — В этот момент Спартак забил второй гол. Стадион взорвался. — Ты чего, мужик? — спросил у Коробова сосед, толкнув его в бок. — Ему, кажется, плохо, — сказал другой, глядя на свесившегося Коробова. — Да, — прокрепел Коробов. Он почти ничего не имитировал сердце, в последние годы у него все время болело. — Ему нужен врач, — сказал второй. — Машина скорой помощи подъехала к входу. Контролер подошел к автомобилю, взглянул на водителя. Ему было лет сорок пять. Большая бородавка на лице, темные усы. Нет, это был не Рашников. А сидевший рядом с ним молодой парень вообще не был похож на того человека с фотографией, которую ему роздали. — Что нужно? — лениво спросил контролер. — В вашем секторе человеку стало плохо, — пояснил Рашников. — Нас срочно вызвали. — Езжай обратно, — отмахнулся контролер. — У нас своих машин хватает. — Знаю, что хватает, — усмехнулся Рашников. — Но нас вызвали помочь. Человеку сердцем плохо стало. В ваших машинах кислорода нет. Как будто ты не знаешь. Контролер посмотрел на стоявшего рядом сотрудника милицию, и тот пожал плечами. Ему было все равно, может, этот водитель и прав. Контролер заколебался. Рашников не знал, что в этот момент Спартак забил гол, и Коробов стал хвататься за сердце с минутным опозданием. — Что случилось? — подошел к машине сотрудник ФСБ. Он тоже помнил фотографию, которую ему выдали. Но этот водитель не был похож на человека с фотографией, а его напарник был молодым человеком. — Говорят, что привезли кислород, — объяснил контролер. — А в наших машинах его нет? — строго спросил сотрудник ФСБ. — Здесь столько автомобилей скорой помощи. — Говорят, что нет. — Тьфу ты, черт! Настоящий бардак! — выругался контрразведчик. Сообщает из 14-го сектора, вдруг вмешался офицер милиции, доставая свою рацию. У них там человек с сердечным приступом. — Проверьте автомобиль и пропустите, — разрешил сотрудник ФСБ. Контролер поспешил проверить машину. В салоне фургона никого не было. Он добросовестно все осмотрел и вышел из автомобиля, хлопнув ладонью по стеклу. — Проезжай! До конца матча оставалось около 20 минут. Коробова вынесли из сектора, рядом суетились врачи. Рашников развернул машину, встав таким образом, чтобы видеть стоявшие за ограждением автомобили чиновников, находившихся в правительственной ложе. Он точно знал, в какой автомобиль сядет московский мэр. Оставалось около десяти минут. Динамо в попытке отыграться перешло на половину поля соперника, яростно штурмуя ворота спартаковцев. Дронго взглянул на часы и посмотрел на Машкова. До конца оставалось не так много времени. Неужели он ошибся? И Рашников здесь не появился. — Обзвони все посты, — предложил Дронго. — Проверь еще раз, может, кто-нибудь въезжал после начала матча? — Хорошо, — сказал Машков без особого энтузиазма. Он начал опрашивать своих сотрудников, находившихся в разных концах гигантского стадиона. — Никто не проезжал. Все нормально. Все спокойно. Докладывали ему офицеры ФСБ. Динамовцы едва не забили гол. Стадион ревел, напряжение достигло своего апогея. — Никого не пропускали, — сообщил Машков. — Только машина скорой помощи. Дронго взглянул на часы. Оставалось несколько минут. — В каком секторе? — спросил он машинально. Машков еще раз связался со своим офицером, переспросив у него, в какой сектор въехала машина скорой помощи. — Рядом с правительственной ложей, — ответил Машков. — Ничего не подозревавший офицер. — Где стоят правительственные машины? — Их машины, — прошептал побелевшими губами Машков, взглянув на Дронго. — Это он! — крикнул Дронго. — Быстрее туда! Сейчас кончится футбол, и они начнут выходить. Быстрее туда! Он повернулся и побежал в сторону правительственной ложи. Машков достал рацию. — Внимание всем постам! Чуть громче обычного начал Машков. На стадион въехала неустановленная машина скорой помощи с двумя пассажирами. Примите все меры к задержанию! Повторяю, примите все меры к задержанию! — Проклятие! — шептал Дронго, продолжая бежать в сторону правительственной ложи туда, где стояли автомобили. В этот момент стадион взорвался криками радости. Динамо сумело сравнять счет за несколько секунд до конца игры. Судья дал свисток об окончании матча. Машков, достав пистолет, бежал за Дронго. Чиновники из правительственной ложи, уже поднявшиеся со своих мест, посторонились, чтобы пропустить премьер-министра и мэра. Рашников достал чемоданчик, начал готовить винтовку. Пеков смотрел по сторонам, все было спокойно. Премьер первым пошел к выходу, за ним московский мэр, за ним все остальные. Рашников прицелился. Машина мэра была отчетливо видна. Посол знал, что не промахнется с такого расстояния. Ни один охранник в мире уже не сможет ему помешать. Гости спускались по лестнице. Премьер был доволен. Динамовцам удалось сравнять счет на последней минуте. Мэр тоже был доволен. Спартак показал великолепный футбол. Рашников задержал дыхание. Сейчас должны были показаться люди. Уже начали выходить охранники. Еще несколько секунд... Перед прицелом его винтовки вырос человек. Он был где-то близко. Человек держал в руках пистолет и смотрел на Рашникова. Посол изумленно поднял голову, кто это мог быть. Он видел, как незнакомец тяжело дышит. Видел второго незнакомца, подбегавшего к нему. — Нас засекли! — крикнул ему Пеков, доставая пистолет. Рашников смотрел на появившегося перед ним человека. Он мог еще выстрелить, мог убить этого типа, но шансов на удачное завершение операции уже не было. — Брось винтовку, посол! — крикнул Дронго, держа в руках пистолет. — Все кончено! Рашников оглянулся. Пеков убегал куда-то в сторону. Со всех сторон спешили сотрудники милиции и ФСБ. Его последняя операция оказалась неудачной. Его последний выстрел так и не прозвучал. Не прозвучал. Он еще раз посмотрел на незнакомца, стоявшего между его винтовкой и машинами правительственных чиновников. Как им удалось его вычислить? На раздумье оставались секунды. К машинам уже подходили сотрудники охраны. За спиной незнакомца показался премьер-министр. — Стойте! — кричали ему охранники, уводя премьера куда-то в сторону. Московского мэра все еще не было видно. Где-то в стороне неожиданно закричал Сережа Пеков. На него набросились сразу несколько человек, успевшие схватить его до того, как он сделал свой первый выстрел. Рашников вздохнул, не сводя глаз с дронга. Между политиками и его винтовкой все еще стоял этот неизвестный человек. Внезапно он начал опускать руку, словно давая понять Рашникову, что не станет стрелять. — Не глупи! — крикнул он. — Смертную казнь отменили! Останешься жить! Не глупи! Рашников вспомнил о деньгах, которые уже находились на его счету в Австрии. Вспомнил о годах, проведенных в Твери, о своем ожидании удачи. Удача была так близко, совсем рядом, а между удачей и его винтовкой стоял этот человек. Посол сжал зубы, лицо дернулось от ненависти. Он так долго ждал. Он столько лет готовил себя к этому выстрелу, чтобы не упустить свой главный шанс. Ему нужно было сделать только один точный выстрел, и обеспеченная старость где-нибудь на Канарах или Багамах становилась абсолютной реальностью. Только один точный выстрел. И можно было забыть всю свою неудавшуюся жизнь, свои страдания, свое бегство в Тверь, бесцветные годы, проведенные в этом городе. Один точный выстрел. И все можно было забыть. И все получить. Но между его винтовкой и целью стоял другой человек. Рашников вспомнил Аримова, Кулакова, Собникова, словно калейдоскоп мелькающих лиц, искаженных страданиями и болью. Вспомнил всех остальных, с кем имел дело много лет назад. Он вспомнил все. Премьер-министра уже не было видно, а столичный мэр так и не появился. К Рашникову уже бежали со всех сторон. «Не дури, Рашников!» Громко сказал Дронго. «Лучше сдавайся!» И тогда посол понял, что у него не осталось ничего, ни денег, которые улетучились как дым, ни прошлой жизни, за которой ему полагался пожизненный срок, ни будущее, в которое его не ожидало ничего, кроме боли и страданий. И, осознав все это, в последнее мгновение он вскинул свою винтовку и прицелился в стоявшего перед ним человека. Ведь последний выстрел у него все еще был. «Врешь!» — прохрепел Рашников. «Не возьмешь!» Дронго увидел направленное на себя дуло винтовки. Он даже не поднял руки, пытаясь защититься, только успел посмотреть в глаза Рашникову. «Лучший аналитик против лучшего ликвидатора!» Дуэль была равной, и один должен был проиграть. В такой борьбе не бывает победы по очкам. Им нельзя закончить свой бой примирением. «Победа одного» означало неминуемое поражение другого. «Ложись!» — крикнул в отчаянии Машков. Дронго не повернул голову, он по-прежнему смотрел в глаза Рашникову. В этот момент прозвучали выстрелы со всех сторон. Конец озвученной книги Читал Вячеслав Манылов Звукорежиссер Татьяна Иванова Киев, 2011 год Звукорежиссер Татьяна Иванова